МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ время новостей. В студии Панау Симбекова. Сурдоперевод Айгуль Стамбековой. Сегодня в выпуске. Стой! Кто едет? Два санитарных поста установят в Алматинской области. Девять погибших, 36 пострадавших. А все из-за нежелания идти к пешеходной разметке и перехода улиц в неположенных местах. Ребенок на трассе. Малыша, одиноко блуждающего по трассе, нашел житель Жамбылского района. К 2030 году специалисты прогнозируют дефицит воды в сельском хозяйстве. Это связано со снижением объема воды в руслах рек. Однако к этому времени планируется ввести современные технологии влагосбережения. Новую инициативу озвучили на заседании правительства в Нурсултане. В Казахстане 65% водопотребления приходится на орошаемые земли, из которых 104 тысячи гектаров составляют рисовые поля. В связи с этим премьер-министр Казахстана поручил Акимам регионов проработать вопрос замены посевов влагоемких культур на выращивание экономически более выгодных овощей – плодово-ягодных, рапса и сои. А именно сократить посевы риса почти на 30 тысяч гектаров в Казлардинской, Алматинской и Туркестанской областях. Аскар Мамин указал, что Акиматам следует строго придерживаться утвержденных планов посева. Для решения задач водоснабжения правительством разработан проект управления водными ресурсами, который предусматривает модернизацию водной инфраструктуры и распределение воды. Наряду с сокращением площади влагоемких посевов в Алматинской области планируется увеличение объемов стратегически важных культур. ПСД есть, сметы есть, Макхазана ГАШ восстановили. Надо дальше эту работу продолжить и четко, конкретно. В связи с недостатком влаги надо влага сберегающих технологий. Это капельное рушение, это дождевание, полив горочной сетью. Планы на будущее. Алматинскую область с визитом вежливости посетил генеральный консул Южной Кореи Ким Хэнсу. На встрече с главой региона Аманды Камбаталовым обсуждались вопросы взаимовыгодного партнерства, в рамках которого планируется реализация приоритетных для обеих сторон проектов. Аким области отметил значимость предложенного сотрудничества, перечислив четыре основных направления. Это медицина, туризм, культура и IT-технологии. К слову, в регионе есть возможность открытия нового предприятия по выпуску электроники. Особое внимание сотрудничеству в сфере медицины. Как отметил Аманды Камбаталов, Алматинская область представляет повышенный интерес для иностранных инвесторов в части развития культурного и туристического обмена. Сотрудничество с корейскими партнерами поможет укрепить дружеские связи между государствами. У вас квалификация очень высокая, качество оказания медицинских услуг, особенно в части ранние определения таких плохих болезней, как рак, другие, у вас это очень далеко продвинуто. Мы вам все условия создадим, ваши представители могут приезжать, здесь работать, уезжать. У вас очень сильно развита электроника, да? Можем здесь совместные предприятия открыть. И последнее то, что культурный обмен и туризм, начиная с Уштоби, можем туристические такие маршруты отработать. Алматинская область – это уникальный регион, представляющий большой интерес для нашей страны. Здесь проживает большое количество как этнических, так и приезжих корейцев. С 2018 года мы активно сотрудничаем с вашими медучреждениями, в частности, оказание квалифицированной помощи. Из-за пандемии работа временно приостановлена. Я выражаю надежду, что в будущем году мы сможем возобновить ее, а также реализовать многие важные и взаимовыгодные проекты. Несмотря на пандемию коронавируса и мировой экономический кризис, в Алматинской области сохранена положительная динамика занятости населения. Огромным подспорьем в этом вопросе стала программа «Дорожная карта занятости». За счет ДКЗ трудоустроено свыше 19 тысяч ЖТСУСцев. Поспособствовала антикризисная мера и улучшению инфраструктуры региона. О проделанной работе расскажет Аннуар Амангельдинов. Этот год стал испытанием для тысячи казахстанских семей. Особенно остров стал вопрос безработицы. Так на себе удары пандемии ощутил житель Талдукургана Даулен Тулебаев. Вместе с товарищами мужчина создал свою строительную бригаду. Однако дело не задалось. Начались финансовые трудности. В поисках работы Даулен обратился в городской центр занятости. И ждать ответа от специалистов ему долго не пришлось. По программе «Дорожная карта занятости» мужчине предложили десятки вакансий. И Даулен выбрал наиболее знакомую профессию – дорожный мастер. Найти постоянную работу здоровому мужчине очень сложно. Но благодаря программе «Дорожная карта занятости» я смогу теперь содержать свою семью. И самое главное, что эта работа мне по душе. Да и зарплата хорошая. Я получаю больше 140 тысяч тенге. Программа не случайно запущена именно в этот сложный для страны период. Сотни объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта прошли реконструкцию и капитальный ремонт. Также в ряде населенных пунктов проведена модернизация инженерных сетей. На сегодняшний день завершено 874 проекта. Это составляет 83%. На эти проекты трудоустроено 19 188 человек, в том числе через Центры занятий населения – 9 471 человек. Средняя зарплата на сегодняшний день составляет 89 242 тенге. Также выоблачена материальная помощь 38 работникам, привыкшим из других регионов, на сумму 3,2 миллиона тенге. Всего до конца года в Алматинской области будет трудоустроено почти 21 тысяча человек. Реализация программы продолжится и в следующем году. На данный момент формируется пакет проектов, а также рассматриваются источники финансирования. Два санитарных поста установят в Алматинской области. Так гласит постановление главного государственного санитарного врача области. В целях борьбы с ростом заболеваемости коронавирусом в Памфиловском районе с 24 декабря появятся два санитарных поста на трассах Харгос-Житыген возле Ильисского моста и Жаркен-Царузек в селе Конрулен, на которых будут работать сотрудники полиции и местных исполнительных органов, а также медицинские работники. Они устанавливаются в связи с регистрацией 57 новых случаев за последнюю неделю. Въезд и выезд ограничиваются для всех, за исключением жителей Памфиловского района, возвращающихся домой, лиц и транспорта по перевозке грузов, в том числе транзитных, лиц и грузового транспорта, служб доставки товаров первой необходимости и ряда других, при наличии подтверждающих документов заказа. Лиц и транспорта коммунальных и аварийных служб, связи и коммуникаций и специализированного транспорта, необходимого для обеспечения жизнедеятельности региона, при наличии справки с места работы. Когда снимут посты, в постановлении пока не говорится, об этом будет сообщено дополнительно. В снежном плену около 50 человек спасены из снежных соносов на опасных участках трасс Салматинской области с начала текущего года. Такую статистику привели сотрудники ДЧС региона. Многие водители пренебрегли СМС-оповещениями служб спасения, тем самым подвергнув свою жизнь опасности. Какова сейчас обстановка на дорогах областного и республиканского значения, расскажет Дамир Анитов. Зима. Самое опасное время для водителей региона. Наибольшее количество ДТП происходит в этот суровый период. Главные причины аварии – гололед, пураны и элементарная самонадеянность водителей. Для недопущения чрезвычайных ситуаций спасатели дежурят на всех опасных участках области. С начала зимнего периода 2020-2021 года, который начался с ноября месяца текущего года, по спасательным подразделениям Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области и снежных заносов на сегодняшний день было эвакуировано 21 единица техники, 56 человек. Буквально с 19 на 20 декабря у нас было зафиксировано два случая вызволения автотранспортных средств, то есть это два автомобиля, в которых находился в каждой по три человеке. А пункта при ухудшении погодных условий нужно проследить обязательно за наличием элементарных вещей, которые должны быть в машине. Это наличие лопаты, цепей, тросов и элементарных вещей для обогрева. Не обнадёживают и данные синоптиков. По их прогнозам обильных осадков до конца года не ожидается. Однако в ночное время суток и раннее утро над некоторыми участками области будет подниматься туман. А потому водителям необходимо быть бдительными вдвойне, предостерегают специалисты. «Конец декабря ожидается преимущественно погода без осадков. Лишь 27 декабря по области ожидается местами выпадение снега. Также в конце декабря, то есть в третьей декаде, местами будет наблюдаться туман. Также усиление ветра в районе Алакольских озёр до 23-28 метров в секунду. К концу декабря ожидается снова понижение температуры ночью до 7-12 и местами 15 мороза». По данным спасателей, в список наиболее опасных и снегозаносимых участков дорог вошли направления Алматы-Вескемен, Алматы-Кокпек, Коктал-Харгос, Ушарал-Достык и перевалы Архарле, Алтынемель и Эрхайте. Для оказания своевременной помощи пострадавшим в регионе функционируют шесть медико-спасательных пунктов. На каждом из них есть современный реанимобиль, оснащённый по последнему слову техники. А для очистки снега и подсыпки дорог наготовит свыше ста спецмашин. Тем не менее, погода всегда вносит свои коррективы, потому спасатели призывают населению не быть самонадеянными. Проигнорированное СМС-оповещение может стоить вам и вашим близким здоровья или даже жизни. Дамир Анитов, Айдос Калиев, Телеканал ЖИЦУ. Берегись автомобиля. Только в Талдыкургане с начала этого года зарегистрировано 50 дорожно-транспортных происшествий с пешеходами. В них пострадали 45 человек. Львиная доля нарушений приходится на переход улиц в неположенном месте. Несмотря на установленные знаки, талдыкурганцы продолжают ежечасно подвергать себя опасности, а водителей – уголовному преследованию. Переход улицы в неположенном месте – главное нарушение пешеходами правил дорожного движения. Особую опасность она обретает в зимний период. Когда автомобиль у массы в несколько тонн на скользкой дороге остановиться резко, бывает довольно затруднительно. Элементарное лень или нежелание тратить 2-3 минуты на безопасный переход девяти талдыкурганцам стоили жизни. А водителям, не успевшим затормозить, уголовного преследования. И таких любителей сэкономить время – тысячи. Казалось бы, основам ПДД обучают ещё со школьной скамьи. И каждый должен знать их как «отче наш». Однако граждане продолжают приступать к закону. «Статья 615, часть 1. Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения, требованием правил дорожного движения, влечёт штраф в размере двух месячных расчётных показателей». Согласно действующему законодательству, штраф за переход дороги в неположенном месте – 2 МРП, то есть 5 302 тенге. За повторное нарушение – 10 МРП. Судя по ежедневному росту нарушений, можно сделать простой вывод – талдыкурганцев штрафами не запугать. «Сотрудниками Управления полиции города Талдыкурган с начала текущего года выявлено 2750 нарушений правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения, на которых были составлены административные протоколы по сетям 615 Кодекса Республик Казахстан об административных правонарушениях. Общая сумма наложных штрафов составила 12 миллион 60 тысяч тенге. Убедительная просьба ко всем жителям и гостям города Талдыкурган. В целях безопасности вашей жизни и здоровья переходить проезжую часть дороги необходимо строго в установленных местах по пешеходным переходам и на разрешающий сигнал светофора». Переходить дорогу следует строго по зебре, а при ее отсутствии в створе пешеходного перехода напоминают стражи порядка. Сэкономленные несколько минут ничего не решат, а напротив, вы можете подвергнуть себя и других неоправданному риску. Алматинские полицейские остановили машину, внутри которой при обыске обнаружили оружие. Два муляжа, гранаты, два ружья разных калибров, патроны и гильзы, сообщается на официальном сайте МВД РК полиция.кз. Поведение водителя и одного из пассажиров Лады Приора, ехавшей по улице Ангарской в 5 часов утра со слов полицейских, сразу же показалось им подозрительным. Стражи порядка связали эту находку с другим преступлением, совершенным на территории Алматы незадолго до остановки авто с оружием. По полицейской волне было сообщено, что некие дебоширы вследствие конфликта ранили из оружия троих людей, после чего скрылись с места преступления. Вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного дела, зарегистрированного в едином реестре досудебного расследования сразу по двум статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан. 287-й части 3 и 293-й части 3. В Павлодарской области при строительстве водопровода украли 1,2 млрд тенге, сообщает закон КИЗ. В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении которого специализированным следственным судом города Павлодара санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и других лиц, причастных к совершенному правонарушению. Деяния подозреваемых квалифицированы по статье 189-й части 4.2 УК РК, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. С пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового, сообщили в пресс-службе КФМ МФ РК. У жителя Жизказгана изъяли килограмм наркотиков. Пакет обнаружен в автомобиле, сообщает полиция КИЗ. 21 декабря на трассе Кызлорда Жизказган патрульными полицейскими роты департамента полиции Кызлоргинской области за нарушение правил дорожного движения остановлена автомашина Митсубиси Галант. При проверке автосалона транспорта был изъят принадлежащий пассажиру полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является высушенной марихуаной весом около 1 кг, пояснили в полиции. На месте происшествия задержан подозреваемый 41-летний житель Жизказгана. По данному факту ведется досудебное расследование по части 3 статьи 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Обстоятельства происшествия выясняются. Пусть мама услышит. Одиноко блуждающего ребенка посреди безлюдной трассы нашли в Жамбылском районе Алматинской области. Мальчика заметил водитель автомобиля Мазда. Неравнодушный казахстанец усадил его в салон авто, отогрел и отправился искать родителей. В паре километров от места происшествия мужчина обнаружил крестьянское хозяйство, где и нашлись родители потерявшегося, которому оказалось всего 5 лет. Их встретила женщина, которая представилась матери у мальчика. Ребенок также подтвердил ее слова. Как стало известно, позднее женщина вместе с сыном приехала в соседнее крестьянское хозяйство, при этом оставила его в машине. Мальчик, не дождавшись маму, покинул авто и вышел на автодорогу. Между тем, ювенальной полицией решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности. В свою очередь, стражи порядка выразили свою признательность и поблагодарили бдительного водителя. В ближайшее время его обещали поощрить за активную гражданскую позицию. Меня зовут Бауржан. Я нашел мальчика, когда направлялся в село Узнагаш из села Ахши. На данный момент мальчик чувствует себя хорошо, не считая того, что немного промерз. На особом счету фонд Харакет, известный своей благотворительной деятельностью, в преддверии Нового года подарил жительнице Талкургана, долгожданное жилье. На этот раз получателем стала женщина, имеющая на иждивении двух детей-инвалидов. К слову, это 16-й по счету дом, приобретенный организацией в областном центре. В связи с этим глава города Галмжан Абдраимов принял руководителя фонда Харикет Гульмиру Муканказе. В своем обращении городоначальник отметил, что поддерживает добрые начинания фонда и готов к сотрудничеству с ним. Стоит отметить, Харикет – единственный в стране фонд, предоставляющий жилье малообеспеченным и многодетным семьям на деньги, собранные неравнодушными гражданами страны. На сегодняшний день на счету организации – 380 счастливых обладателей жилья по всему Казахстану. С апреля месяца текущего года фондом Харикет было приобретено 15 домов для нуждающихся граждан областного центра. Недавно они помогли еще одной жительнице. Стоит отметить, Харикет помогает не только гражданам нашей области, а всем нуждающимся казахстанцам. От лица наших жителей мы выразили благодарность руководителю фонда и двум волонтерам, ведь они не только приносят пользу обществу, но и являются большим примером для всех нас. Общественность против коррупции. О мерах общественного контроля по противодействию коррупции рассказал председатель общественного объединения инвалидов Мархабад Кейзет в ходе брифинга, прошедшего на площадке ШТСУ Медиа. По его словам, борьба с коррупцией – это сложный и многогранный процесс, требующий надзора и вмешательства не только государственных структур, но и гражданского общества. Для эффективного противодействия население должно обладать нулевой терпимостью к любым ее проявлениям. Общественное объединение тесно сотрудничает с антикоррупционным комитетом и ведет системную работу по формированию культуры и добропорядочности среди населения. В рамках государственного социального заказа по заказу внутренней политики Алматинской области были проведены 20 онлайн-встреч и 5 семинаров по развитию культуры и добропорядочности и как метод противодействия коррупции. В рамках для проведения онлайн-семинаров встреч были приглашены специалисты исследовательского антикоррупционного центра Академии государственного управления при президенте Жаров Иржан Хаирович Хабулдын Айбек Мирамханула. Приоритеты расставлены. Оказать всяческую поддержку малому и среднему бизнесу намерена демократическая партия Казахстана Ахжол. Именно на это сделала акцент фракция в своей предвыборной программе. Ахжоловцы предлагают снизить для предпринимателей ставки по кредитам. Также они считают, что необходимо увеличить перечень субсидий для поддержки всех слоев бизнеса. В целом предвыборная программа партии состоит из шести глав. Помимо поддержки предпринимательства в документе большое внимание уделено вопросам содействия молодежи. Члены Ахжола предлагают внедрить субсидирование ипотеки при рождении ребенка. Решение жилищного вопроса положительно даст сильный импульс к демографическому росту в республике. Для поддержки сельской молодежи, переезжающей в города, акиматы должны массово строить компактное социальное жилье с помещениями под небольшие производства, образовательные учреждения По мнению Ахжоловцев, такое жилье должно быть, будет хоть и скромным, но недорогим. Созданные условия дадут мотивацию молодым в получении образования и работы, вставать на ноги и самостоятельно обеспечивать себе более комфортные условия. На данный момент во всех регионах страны созданы предвыборные штабы партии Ахжол. Их члены рассказывают жителям страны о программах фракции. Создан штаб партии, проходят агитационные мероприятия, встречаемся с населением. По области у нас выдвинули свою кандидатуру 39 кандидатов в районные маслехаты и областной маслехат. Партия насчитывает в области 11 215 человек. Среди них, конечно, есть люди, которые очень активно принимают участие в жизни партии. Помогают нам сейчас в предвыборный период. Многие из них сейчас стали нашими доверенными лицами, наблюдателями. Мы надеемся на их труд, потому что сейчас мы знаем, что на каждом избирательном участке у нас должны быть свои наблюдатели. Форум под таким названием прошел сегодня в Доме дружбы города Талкурган. В рамках встречи состоялся конкурс чтецов по произведениям Абая Кунанбаева, а также онлайн-экскурсия по музею великого поэта, который находится в городе семей. В празднике единства, организованном областным татарским культурным центром, приняли участие старейшины данного этнокультурного объединения, активисты, спонсоры, юные дарования, а также творческие коллективы. Все они отмечены благодарственными письмами и ценными подарками за вклад в развитие татарского центра и проведение различных мероприятий. А это более 40 человек. Стоит отметить, что в этом году, несмотря на пандемию, деятельность татарского объединения была весьма активной. Проведены такие мероприятия, как Всемирный день татарской кухни, конкурс на лучший чак-чак и различные благотворительные акции. Главная цель данного мероприятия – это, естественно, показать дружбу, сплоченность, единство народа. В 2020 год мы подводим итоги и в рамках мероприятия были награждены все активисты, которые непосредственно участвовали в деятельности татарского центра на протяжении всего года. Также были награждены спонсоры, которые оказывали поддержку в период пандемии, когда мы навещали семьи нуждающиеся. Я надеюсь, мы никого не забыли, отметили всех, по крайней мере, старались. Алексей Навальный утверждает, что добыл прямые доказательства причастности ФСБ к покушению на его убийство. Российский оппозиционер позвонил одному из своих предполагаемых отравителей под предлогом подготовки доклада об операции. Запись 45-минутного разговора доступна в интернете и отправлена в СМИ. Автор пранка представился помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева, а телефонный номер был замаскирован под служебный ведомственный. По словам Навального, его собеседник, химик из Института криминалистики ФСБ Константин Кудрявцев фактически признался в содеянном. В частности, в беседе он рассуждал о причинах провала операции и упомянул о своей поездке в Омск для сокрытия улик. Звонок был якобы сделан 14 декабря. Вскоре западные СМИ опубликовали расследование о возможной причастности ФСБ к отравлению политика. Испытывающие трудности больницы, нехватка медицинского персонала, волны госпитализации. Сейчас это обычное явление во всем Европейском Союзе. Однако в бедных странах ЕС дела обстоят еще хуже. Так, в Болгарии самый высокий уровень смертности от COVID-19 в блоке около 27 смертей на 100 тысяч жителей. Но, несмотря на тяжелую ситуацию, жесткой изоляции в стране нет. Закрыты только школы, рестораны и бары. Власти рассчитывают, что вакцинация начнется 27 декабря. В первую очередь будут вакцинированы около 5 тысяч человек. В основном это медицинские работники в больницах крупных городов, особенно в отделениях COVID. Представители Министерства здравоохранения предупреждают, что начало программы вакцинации не приведет к прекращению пандемии COVID-19. В первую очередь необходимо вакцинировать около 70% населения. Это означает, что меры будут действовать на протяжении всего 2021 года. Беспощадный для многих отраслей экономики коронавирус не обошел стороной и зеленое золото. Греции. Доходы сектора производства оливкового масла не превысят в этом году 650 миллионов евро, что на 20% меньше, чем в 2019. Причина довольно проста, поскольку почти все оливковые рощи – это семейные предприятия, а границы закрыты. Производители не могут полагаться на приезжающих сезонных рабочих, занятых в сборе урожая. Теперь им приходится рассчитывать лишь на помощь близких, родственников или соседей. Падение производства не единственная проблема. Из-за карантинных мер и закрытия ресторанов спрос на оливковое масло снизился. Поэтому греческому зеленому золоту придется искать новые рынки.